итак всем привет сегодня я решила не очень-то заморачиваться с макияжем поэтому решила значит просто понаряднее одеться эта кофта кстати из зарина по очень большой акции купила рублей так за 800 очень люблю что-нибудь такое урвать сегодня у нас будет видео я села подальше не как-то знаете неудобно сегодня у нас будет видео иван заказ что я купила я купила совсем-совсем чуть-чуть и это будет три губных помады от mark но призма эти помады у меня были как-то давно в каком-то видео я показывала пробнички что я приобрела их по моему было около пяти штучек они мне все очень понравились у меня до этого была призма в розовом самом по моему светлом цвете мне она не очень нравится потому что она выбеливает мне губы так вот эта красная помада тоже из коллекции призма от марк до от эйвен что еще я взяла я взяла тушь и я взяла естественно парфюм приступим ну вот дико зачесался глаз как бы слезы не покатились не знаю может это и за новый тушь в общем тушь из линейки color trend она была упакована значит зафольгирована за заслюдирована вот такую тоже зелененькую оберточку конечно же я и сегодня уже выполнила макияж накрасила реснички что хочу сказать эту тушь вот допустим я красила один глаз потом второе второй слой один глаз и все и этот тушь уже засохла и вам просто она как бы склеила ресницы и вы вторым слоем когда наносите вот кисточка вы просто прям дерете реснички то есть я так понимаю что этой тушью нужно пользоваться вот прям взяли кисть и погнали один глазик красить соответственно наверное я буду пробовать разными способами и уже в пустых баночках они точно расскажу почему я ее взяла выше то я листала листала знаете каталог я прям как-то задумалась думаю люди покупают новинки выпускают до из этой серии так кстати тушь мега бластер к краш вот так она выглядит и что-то знаете я задумалась и вспомнила что когда-то давным-давно я не и когда я училась в школе но я точно не помню какой это был класс но однозначно это уже были старшие классы я пользовалась тушью объемной от эйванс линейки calder тренд calder тренд кто помнит она была желтого цвета и серый колпачок здесь был вот этот вот был серый я помню что мне очень нравилось я помню что она стоила рублей 70 и мы с подружками заказывали сразу по 2 по 3 как бы в запас то есть ничего больше я не заказывала я заказывала только эту тушь и самое что интересное мне всегда спрашивали что за тушь и в общем то она очень достойно красиво смотрелась на ресничках объемненько но конечно я и красилась знаете там минут по по 20 а то и по 30 сидела намулевывала себе реснички так вот купила эту тушь вот она мне как-то не очень понравилась потому что так насколько я помню было более такого кремового масляного состава что позволяло наслаивать тушь вот это как-то мне сегодня не позволило это сделать реснички у меня куции тонкие хотя это я извиняюсь волиум плюс маскара вот но тут знаете сложно что то сказать потому что это использование самое первое и соответственно тушь не раскрасилась сейчас покажу поближе свои реснички то есть вот все как бы не очень таки прям немного склеены и не очень они уж и объемные в общем вот так так следующее что это помады помады 3 как я уже сказала которая у меня на губах это просто скандал она называется рефлектив скандал ну в общем не буду я умничать я вам просто покажу это красная помада у меня она была в пробничке я им очень хорошенечко красилась вот соответственно я делала заказы ну по тестив уже в пробниках мне очень понравилась эта помада тем что она именно имеет красный цвет и в нем золотые блестки золотые блестки очень и очень видны и это очень скандально это очень классно и единственное что конечно формула для красной помады я таки не люблю это обычная такая вот увлажняющая питательная помадка жирненькая знаете мне кажется вот еще бы чуть-чуть в нее больше питательных веществ добавили она бы просто текла вот но что мне нравится что мне в ней нравится это то что вот смотрите так не видны блестки особенно да но когда вы уже ее хорошенько поносили полчасика часик красный как будто знаете вот вы воду попили или еще что-то и вот он как будто немного стирается верхний слой и просто какие-то бешеные блестки проявляются на ваших губах но при этом цвет остается вроде просто нет вот это вот блеска до самой помады это невероятно красиво это действительно скандал то есть красная помада и так очень вызывающая да но блестки в красной помаде слушайте но это просто супер это мега секси это очень скандально это очень-очень классно это действительно супер название подобрали к этой помадке мне кажется если бы вы были где-то в ресторане и как-то так попивали венцо или шампанское то мне кажется мужчина который бы сидел напротив вас он просто бы глаз не мог отвести от этой шикарной и вообще красной с блеском с блестками помадки да то есть и причем этот блеск блесточки не слишком большие но они крупновастые да но они смотрятся очень очень достойно то есть не так как вы сами на красную помаду на там нанесли блесток вот это уже конечно совсем нет это прям отстой здесь это все очень умеренно но очень заметно это прям я влюблена она классная не знаю вот я бы точно смотрела на девушку у которой эта помада и просто бы думала где мне такую взять вот честно я прям вообще влюбилась следующая помада то есть здесь золотые блестки следующая помада нюд эклипс соответственно я носила пробничек у меня вот он я вам сейчас покажу нюд эклипс очень-очень хорошенечко такой видите прям поюзанный что мне понравилось в этой помаде это коричневая помада нюдовая ну как нюдовая она знаете как полупрозрачная так то она вроде как темноватая но она не такая насыщенно темная она смотрится вот так и в ней розовые блестки и когда помада съедается у вас такие мелкие неоново-розовые красивые блестки это прям вообще супер мне кажется на лето что-то мне прям надоел ли матовые помады по всей видимости я прям хочу блеска для губ хочу блесток не знаю что я только не хочу и между прочим сейчас по моему очень какая-то не знаю какой-то люкс там стела удержин или не буду врать аленка блог кто смотрит парфюмы это девушка это блогер из австралии и вот она недавно снимала новинку своих помад и она показывала вот эту дорогущую дорогущую помаду красная с блестками то есть у нее вот прям где-то то есть вот смотрите у нее вот и здесь вам наверное не очень видно она вся в золотых блестках сам стик и вот там тоже в этой дорогущей помаде даже еще больше блесток на самом стике по бокам но помада выглядит как более металлизированный просто то есть там какие-то совсем другие блестки эти мне понравились больше здесь прям блестки это классно я про то что эйван молодцы видимо подсмотрели намотали себе на усик и теперь радует нас такими новыми трендами я считаю это прям тренд классно молодцы супер люблю вас иногда эйван я вас люблю потому что вот сейчас лето начинается да вот сейчас весна ярко солнечно но зачем мне матовая помада если я хочу блистать так не могу открыть следующее это select crash я посмотрела у меня по моему этой помады не было у меня была так нет и клипс или была была у меня была select crash и еще и не очень понравилось old girls я сейчас вам тут наговорю знаете ну я английский учила но это не значит что я его выучила вот этот вот цвет который я не заказала я не помню почему я его не заказала вот он такой какой-то персиковый очень красивый я не помню почему я его не заказала может быть в денежном эквиваленте я решила в следующий раз да вот но обязательно я куплю так вот вот этот select то есть все у меня было я все носила она такая вот нежно-розовая вот она нежно-нежно-розовая слегка может даже такой ну тепло-розовый нет даже холодно-розовый что-то я прям уже путаю и в ней также розовые блестки то есть везде я наблюдаю именно розовые блестки да только в красной помаде золото шикарно соответственно вот она так она выглядит розовенькая вот так да вот все они наносятся так очень густо ярко и имеют такую знаете как будто влажное сияние потом спустя какое-то время когда вы его носите когда вы носите эту помаду она немного как знаете как промакивается ну чем-то неважно чем что-то вы там выпили да просто она со временем наверное же там через час все равно куда-то что-то подсъедается и остаются вот эти яркие классные розовые блестки это супер просто супер очень мне понравилось даже вот нюд потому что коричнево и с многочисленными достаточно крупными в общем вы поняли линейка мне это очень помад понравилось я просто смотрю что я уже невероятное количество времени про помаду понимаете вот все про помаду и про помаду в конце видео я вам покажу как смотрится красная помада покажу на солнышке свочи и вот эту красную помаду промокну и покажу всю прелесть итак что у нас у нас аромат а аромат естественно ну как как если бы не персик я вчера получила этот аромат нанесла давайте так вам начну рассказывать я его нанесла и я думаю что я такое слышала вот такое уже было однозначно я ходила ходила то есть он такой восточный такой немного ну не древесный но вот ну восточный чуть-чуть сладкий такой томный зимне-осенний аромат и не знаю для чего я вам сейчас его выпустил мне непонятно но дальше дальше идет раскрытие какая-то пудра сухая такая вот прям сухая пудра пошла думаю где это слышала понимаете в общем я ходила ну не долго минут так 10-15 и потом просто вуаля гляньте как я делаю у меня камера моргает что бы вы могли подумать для меня это просто практически клон классического фаруэй этот фаруэй у меня есть в 10 миллилитрах я его ношу люблю зимой в дикий мороз в снег очень люблю его на второй день так вот на второй день здесь остается сухая стрючковая ваниль с такой небольшой горчинкой то есть вот эта стрючковая ваниль она ну она древесная да вот как бы соответственно это очень похоже для меня это очень и очень похоже здесь немного аромат послаще ну вот для меня он ванильный понимаете вот именно этой древесной сухой ванилью просто здесь есть что-то сладенькое еле-еле так вот что-то какой-то фруктовый аспект но он прям вот знаете на таких полутонах вот если только сравнивать да ну здесь как бы аромат не сладкий а здесь он слегка сладенький но я голову сломала я значит полезла полезла я на фрагрантику давай искать полную пирамиду потому что то что здесь за это не все это однозначно не все пока на фрагрантике нет полной обширной пирамидки вообще не нашла мисс мирайс мистикамбар кстати название парфюма вот только классический мисс мирайс black как он там мисс мирайс black да и red только есть все этого я не нашла в общем я о чем я покупала персик вот покупала персик персика мне значит не положили я слышу вот то что я слышу фаруэй только чуть более с каким-то вот сладеньким аккордом да все в принципе для меня это взаимозаменяемые вообще ароматы и я кстати хотела фаруэй gold купить я не знаю как он пахнет но я хотела его потому что мне очень сильно понравился фаруэй классический я его ношу но мне как-то не очень комфортно в нем потому что мне кажется что люди понимают что это аромат эйвен это 500 рублей 700 это очень дешево ну в общем вот это вот все и все сразу понимают это старинный аромат фаруэй как бы зачем мне это нужно хотя мне он понравился не сразу через год вот но понравился а теперь я понимаю что вот этот аромат запросто просто запросто может не заменить фаруэй но дело в стойкости это туалетная вода а тот парфюмчик парфюмированный стойкость вот сейчас я нанесла минут 20-30 на запястье и как такового аромата я уже не слышу и шлейф у него тоже как по мне не очень сильный ну в основном я ношу все на одежду поэтому знаете на одежде наверное будет подольше звучать ну может и есть здесь знаете персик он дает такую сладиночку какую-то мягкость но по большому счету он здесь знаете вот как для связки слов да для связки компонентов чтобы наверное как-то это все обыграть чтобы аромат зазвучал заискрился но вот то что я хотела именно персик я не получила но зато я получила прекрасный теплый древесный аромат если вот абстрагироваться да и не сравнивать его с фаруэй и мы его в принципе не должны сравнивать это просто ну как бы мое восприятие мои рецепторы так его воспринимают наверное вы может быть услышите персик и я буду вам только завидовать белой завистью ну а вообще если про аромат стойкость у него конечно туалетная вода но опять же я его ношу вот второй раз там по полчасика но он и больше знаете я его не слышу я его слышу если прям близко близко к запястью он достаточно интересный интригующий такой очень манкий красивый и вы начинаете так думать что же чем же как же ну либо я так начинаю думать на что он похож то есть в принципе это что-то в эйвоне уже было вот на этом заказ с эйвен я заканчиваю и еще я хотела бы поговорить про аромат ну это арабская миниатюрочка айрахан да ну как то так вот по мотивам Black Afghan мне его присылали спасибо большое Людмила я его протестировала просто хочу вам рассказать я не буду зачитывать нотки у Black Afghan потому что это не Black Afghan сделано по мотивам ну соответственно наверное там те же самые ноты будут в пирамиде заявлено я сто раз слушала смотрела видео про такие обзоры и знаете когда вот читают пирамидку ну я не понимаю чем это пахнет чем пахнет мне этот аромат для меня все таки мужской он свежий он свежий но он свежий настолько насыщенный что он просто задушает меня это вообще все мне интересно где такие штучки можно взять если смотрит меня Людмила вам огромный привет напишите где вы его взяли так вот что про аромат я наносила его на запястье звучал он невероятно громко долго удушающий для меня настолько удушающий что мне становилось как бы тошнотворно да я ходила мыло с мылами с жидким с нежидким значит запястье вообще не помогает то есть аромат продолжает вас просто съедать вот но пришел мой муж и я ему значит говорю как тебе аромат что ты о нем думаешь знаете что он сказал что это видимо афродизиак ну то есть он его воспринял как что-то такое дикоманкое такое что-то ну афродизиак понимаете вот я как бы удивилась и ну окей говорю тебе нравится носи я эту миниатюрочку поставила в его такую мини коллекцию ароматов и в общем-то думаю ну нравится пусть кай носит да меня он душит вот он его и не носит и не носит да вот прям не носит и не носит я как-то раз посмотрела обратила внимание он его не не носит и еще раз потом как-то мы куда-то выходили я говорю слушай а что ты не пользуешься вот этим вот арабским маслицем это кстати масло оно такое шариковое вот тебе нравится я говорю давай нанесем тебе хотя бы на запястье ну потому что вдруг он тебя задушит сюда давай не будем куда-то да рисковать пока на запястье я его наношу на него а он мне говорит а что ты на меня женский-то аромат ну как бы знаете нанесла намазала да я в шоке была то есть ну я не буду обобщать весь мужской рот да пол но на примере своего мужа я вот хочу оставить такой отзыв что мужчина его воспринимает блэк афгана как женский аромат аромат афродизиак я не знаю меня вот он душит возможно шлейф очень такой красивый в общем аромат свежий какой-то травянистый какой-то зеленый но при этом вот очень яркая такая свежая нотка в нем присутствует но вот эти травы может там правда так марихуана пахнет я не знаю но по-моему марихуана пахнет не так ну в общем это лучше запаха марихуаны в любом случае и я не знаю в общем я опять ее к себе забрала потому что муж не будет пользоваться как я поняла потому что для него это женский аромат ну то есть она что-то на меня нанесла женский парфюм понимаете то есть он классный и он так прям глянь ну это что афродизиак я удивилась ну так вот спасибо огромное Людмила буду пытаться его носить привлекать внимание афродизиачить вот сейчас теплеет кстати и возможно в теплую погоду масляные парфюмы мне кажется должны звучать не так остро не так кричаще а более расплывчато так более понежнее и возможно я его поношу ну однозначно поношу даже знаете наверное куда-нибудь прям одену прям выгулять прям вот куда-то в гости возможно прям одену обязательно и буду спрашивать мнение у девушек вот на этом все ставьте пожалуйста лайки это же совершенно не трудно это просто одно нажатие одно и денежный затрат это как бы не несет вот тем самым вы мне очень сильно поможете поможете в продвижении канала потому что у меня уже пятьсот подписчиков целых вот это скоро я на первую ступенечку такую маленькую маленькую залезу я надеюсь когда будет тысяча подписчиков а на тысячу подписчиков я планирую купить какой-нибудь новый парфюм который будет представляться из сетевых компаний и разыграть его вот так что давайте пожалуйста ставим лайки пишем комментарии тем самым немножечко так поможете мне в продвижении канала и уже тогда быстрее будет конкурс все всем спасибо пока пока так я как всегда выхожу на балкон показать вам помаду видно нет сейчас я подсниму цвет вот то есть видите я целую свою руку но цвет остается помады я надеюсь вам видны блесточки так вот сводчики красная помада вот смотрите блестки бежевая нют с розовыми блестками и розовая тоже с розовыми блесточками в общем вот так это все смотрится с переливчиками по-моему отлично для лета супер как вы считаете нет подняться я это не это не это не